Так или иначе, Марк, мы с вами вспоминаем про выборы. Безусловно, невозможно их не касаться, потому что это превратилось, кажется, в этом году в какой-то особый, в этот раз в особый цирк в самых разных российских регионах. Значит, я напомню, что выборы с три дня, они продолжаются гуляния. Соответственно, где-то на участках наливают, где-то принимает гинеколог. Все три дня можно проверить, создать кровь и так далее. Ну и в первый день президентского голосования в России уже было зафиксировано, то есть вчера, сегодня продолжается множество нарушений, инцидентов на избирательных участках. Что из этого от демократии, что от этого от классической России, потому что пропаганда всегда вам скажет, там кажется, в общем, из большого количества стран наблюдателей, я видела и Никарагуа, и не только, в общем, различные, как будто бы иностранцы есть. Нету представителей от многих кандидатов, они поснимали своих наблюдателей, нету, конечно же, международных авторитетных институций, но тем не менее, на что в этот раз похожи выборы? Нет, они, вы знаете, как и прежде, просто раньше это глазу не было видно, они остались такими же, эти выборы. Это фасадная процедура без влияния на содержание, вот так я бы сказал. То есть, понимаете, вроде как что-то пыхтит, трясется, что-то изображается, а это никак с результатом не связано, вообще никакой вот смычки нет, понимаете? Правда, каждый раз одно и то же, там начинается визг, там к вечеру 17-го, он тоже повторится, про то, что ну как же, мы вот тут посчитали, у нас в протоколе одно, а цифра в газ выбора за сумму-то совершенно другая, и сложена в сумму, значит, третья. Уже сейчас робко начинают говорить, ой, вы знаете, так много проголосовало на дистанционном электронном голосовании, собираются проголосовать, то есть там, я не знаю, какие цифры, я просто не берусь судить, но там объявят, там, я не знаю, ну 20, 30, 40 процентов проголосуют через интернет. Понимаете? Ну через интернет проголосует, ну что ты? И считает голоса вот те же, вот тоже, вот так же. Ну, слушайте, это же смешно просто, это издевательство, это, я понимаю, тут кто-то скажет, а вот Фегин тоже затевает альтернативные выборы, но Фегин еще пока не начал никаких выборов, идет, как я уже говорил, тестирование о том, что это безопасный способ, вот тут меня просто спрашивают в чате. Я еще раз хочу напомнить, сейчас мы боремся с Apple Store, чтобы они все-таки вернули наше приложение, в России я имею в виду, которое заблокировано, и в России люди не могут скачивать себе приложение, мы еще не дошли до стадии регистрации там, избирателей и так далее, но это вообще другое, блокчейн это абсолютно другое, это анонимная процедура, фактически обеспечивающая человеку право голоса, но безопасного права голоса. В России этого ничего нет, все это авторизировано, через там ГАЗ выборы, ШМАЗ выборы, и, естественно, педаль подсчета голосов находится у всей той же Лубянки, ну, не важно, название там ЦИК там у них, ХИРИК там, это все не важно, но о чем можно говорить, вот это отличие, оно в том, что они теперь перекратили даже создавать внешнюю картинку, заниматься внешней картинкой, раньше она как была, слушайте, ну давайте засунем Прохорова, давайте там Собчак, будем хотя бы изображать, что у нас конкурентные выборы, этот тезис полностью снят, никаких конкурентных выборов не надо изображать, их раньше не было, что Собчак обеспечил какую-то конкуренцию, что ли, Явлинский, что они конкуренцию обеспечили, нет, но даже эту картинку никто не хочет уже создавать, никто не хочет тратить на нее энергию, тратить силу, а зачем, мы звери и хорошо, мы сатрапы, ну и нормально, мы людей убиваем в тюрьмах, лидеров оппозиции, так можно, вот это новое, вот этого раньше не было. Далее, смотрите, это первый президентский выбор, когда фактически идет война, это же тоже важное отличие, понимаете, в 18-м году, когда Путина, значит, выбирали, ну там войны же не было, ну я имею в виду полномасштабную войну, нет, она шла в Украине война, естественно, все дела, но сейчас-то вообще самая настоящая война, где гибнут десятки, сотни тысяч людей, а вот русская оппозиция, например, давая, отдельно ее представить, не все далеко, давая оценки тому, что происходит, такое ощущение, что они продолжают, ну где-то в 18-м году продолжают там за честные выборы, или в 12-м году, или в 8-м году, или там еще раньше, как будто бы внешних обстоятельств вот этих нет. Сегодня смотрю ролик, значит, люди голосуют, но, видимо, где-то там, может, ДНР, ШМНР, новые регионы, там, может быть, в каждую кабинку заходит автоматчик, смотрит, как проголосовал человек, это видео вирусное, все его видели, ну мне просто интересно, вот, на избирательном участке, это все снимается, все это показывает, а что парится? Ну, погодите, человек с автоматом, это лучшая характеристика нынешних выборов, нежели что бы то ни было еще, понимаете? То есть, вот этот военный фактор, второй вот этот важный фактор на фоне войны, теперь могут шмальнуть, поставить к стенке там, ну, я утрирую, может, не обязательно везде, но это, в принципе, производится, впечатление, когда все происходит под домами автомобилей, особенно на оккупированных территориях, там, часть Запорожской, часть Херцовской, ну, там, Крым, Донбасс, так далее. Фактор ли это? Ну, конечно, фактор. Меняет ли это? Ну, конечно, меняет, это ужесточает все, огрубляет все. Третье, понимаете, как, они прошли такие стадии и с войной, и с борьбой с оппозицией, и с эмиграцией, и с преследованием, и с насилием, то для них перестало играть роль, что давайте хотя бы изображать хороших ребят. Раньше они где-то еще как-то пытались этих хороших ребят изобрать, а мы вот такое делаем. Сейчас они могут прямо вот ссадить в глаза, понимаете, им по хрену. Мы звери, мы сатрапы, мы делали, мы будем это делать, а что вы нам сделаете? Раньше все-таки было отличие, они как-то по этому поводу велись. У них какая-то была внутренняя борьба. Были силы, которые внутри этой власти говорили, ну, нам еще за границу ездить, там где-то отдыхать, курорты. Не надо от себя так сильно, чтобы от нас отпрыгивали и так далее. Сейчас это вообще не играет роль. Они все опоясаны этими шестью-семью тысячами санкций. Да какая разница? Мы у себя творим, что хотим. И повторяю, те, кто пытаются еще из этого извлечь хоть какой-то там прикладной способ борьбы с этой властью, они это не учитывают фактор, они его игнорируют. Там вот у нас есть Кац и другие, которые говорят, нет, ну давайте за Дованкова. Больше подойдем за Дованкова, меньше получит Путина. Вы идиоты! Вы идиоты! Никто ничего не считает. Какого Дованкова? Какого Шмаванкова? Надежды нехереждены. Вы что, смеете, что ли? Им говоришь, никто не слушает. Завтра, кстати, начнется отрезвление, но ненадолго. Ненадолго. Они увидят, как их просто провздели, как мы говорим, просто провздели, в очередной раз, значит, прокрутили. И они будут говорить, ну, знаете, все-таки, а можно было как бы повлиять? Можно было. Вот все бы проголосовали за Дованкова и был бы второй тур. Лучше они такое выдадут, какую-нибудь версию. И хоть ты разбейся об стену, значит, они будут пытаться это продавать. То ли это выглядит, как какой-то схематоз, люди отрабатывают деньги полученные, то ли это выглядит, как глупость неимоверная. Мне говорят, а что надо делать? Вот я, в отличие от многих, кто критикует, я все-таки считаю, что полдень – это не самый худший акций. Почему? Потому что она вообще никак не связана ни с выборами по-настоящему, будем честны, ни с их результатами. И попыткой влияния на их результаты. Это просто люди, которые от безнадеги, от безысходности, от страха должны хоть кого-то увидеть себе подобных. Вот они те, которые за Навального, против войны, против Путина, им надо где-то вот сойтись и сказать, слышь, а ты против? Да, и я против. Ну, что, голосовать пойдем? Да сердцем пойдем, не поймем, ничего не меняешь. Ну, ты чем занимаешься? А я вот то, а ты куда, а ты что? Вот для меня первичность здесь коммуникации этих людей, чтобы они не чувствовали себя в одиночестве. А какой-то живой человек через тактильный контакт им что-то такое ободряюще сказал. Все пройдет, не переживай, сейчас будем то, хотя бы так. При том, что эта лайт-акция, она не приведет к никакому результату. Вот и все. Но есть и второй аспект, который, смотрите, со временем, вот эти новые выборы, еще что-то. Убийство Навального, там, все это бесконечное отказ от изображения, которое власть уже приняла на себя, что мы больше не изображаем, что мы там сладненькие, мы не самые худшенькие. Они теперь готовы это сказать. Люди приближаются к мысли, которые боятся сами, что да, эта власть добровольно, без насилия не уйдет. Они прирастают, эти ощущения, прирастают. Даже у самых хипстеров, очкариков, таких в крашеных волосах, они все равно, все равно, у них идет внутренний дрейф, внутреннее движение к осознанию того, что никто вам ничего не отдаст. Ничего вы не добьетесь, никакими иными способами, кроме силового. Речь даже не о том, что вы должны все немедленно вступить в РДК, Легион, там, и Сибирь. Вы для себя решите, вы просто для себя решите. Действительно, можно каким-то иным способом, кроме силового, добиться успеха? Нет. Вот это люди к этому осознанию придут. Я часто слышу критику, говорят, что, а ты повторяешь до известной степени тот же круг, когда приглашаешь к альтернативным выборам и всему остальному. Повторяю, мы еще не начали этих выборов. Но эти выборы, они для вас, для тех, кто и за силовой вариант. Понимаете? Ну, наверное, и для тех, кто, может быть, с критикой относится и не верит ни в какое силовое свержение. Я тут слышал цитату. Невооруженные люди не могут победить вооруженных людей. Да вы правда, что ли, говорите? А вот эти мобилизованные, которые еще вчера были невооруженные, а теперь вооруженные, они относятся к вооруженным или нет? То есть, оказывается, всего лишь надстройка в виде власти, которая дает им приказы. Иди, умирая в Украину. Где-нибудь в Владельском направлении. Поляжь дема. Вместо того, чтобы просто разведуться, сказать, а не лучше ли мне вас всех тут положить? А? Из Мосинской трехлинейки. И как бы, в общем, и самому помирать не надо. И домой можно отправиться пограбить. Вот, повезительно, вот так. Не говоря уже о том, что я еще раз хочу подчеркнуть, что история, она так причудлива. Она так, в общем, невероятна, что то, что кажется совсем невозможным, вдруг оказывается тривиальным и обыденным. Понимаете? И вот все эти люди, вовлекаясь вот в такие альтернативы, не связанные с властью. Не тогда, когда власть вам говорит, придете 17 марта и крутитесь, как хотите. А что-то свое, да? Оно дает надежду на то, что перемены возможны. И, в общем, готовит морально, психологически сознание этих людей к тому, что за свободу придется заплатить высокую цену. Возможно, свою жизнь. Может быть, возможно. Любой используйте по этому поводу допущение, но возможно. И просто так свобода вам бесплатно не дастся. Вот украинцы, говорят, все время сравнивают. Ой, вот они тоже в оккупации живут. Нет, ребята дорогие. А не потому еще не в оккупации далеко живут все. Потому что они каждый день на этот алтарь приносят свои жизни. Вот я был, я общался с солдатами и офицерами. Вот ты с ним общаешься, а он может завтра погибнуть. Понимаете? Он же не уходит со своей позиции. Он же остается, он защищает родину. Он защищает свободу, что очень важно помимо Украины. Он защищает ту жизнь, в которой он живет. Жизнь свободная, жизнь независимая, автономная. Людей, которые выбрали добровольно свободу. Их никто не принуждал. К тому же выбирать политическую демократию, выбирать себе президента, смещать их и так далее. Он же еще и для этого сидит в этом окопе. А не только потому, что это только Украина. Украина в первую очередь, во вторую свобода. Или одинаково важно это все. А в России тут, понимаете как, я все могу за свободу, но только не путем самопожертвования. Вот это я не готов. Не говоря уже о насилии по отношению к тем, кто эту свободу у тебя отнимает. Тут тоже надо быть беспощадным. И это непреодолимое. Барьер в сознании абсолютно непреодолимый. Он должен сначала сам пасть. И тогда уже все остальное прирастет. Все остальное появится. А мы не прошли даже этого первого этапа адаптации. То есть люди не готовы ничем пожертвовать. Не то, что там свободы, даже благополучие, даже благоустройство. Не готовы пожертвовать ради вот этого большой цели. И мы не можем их в этом убедить. В этом парадокс. Но это феномен русского сознания. Феномен. Мы завтра увидим, что будет. Потому что все-таки на 17 число акция была намечена. Про этот полдень. Я единственное, что скажу, что и прокуратура ласковая, конечно, потирает руки. Уже было сказано и названо одновременное прибытие. Просто вдумайтесь. Если, не дай бог, мы сели в один автобус. И все массово прибыли в одно время. Это считается уголовным преступлением. Ну и кроме того, прокуратура заявила, что в день выборов публичные массовые мероприятия власти не согласовывали. Соответственно, все тоже конкретно в одно время силовики будут ожидать тех, кто не согласен с тем режимом и той системой выборов без выбора. А мы посмотрим, конечно, и как много будет этих людей несогласных. Что будут делать силовики. Естественно, Макрон прокомментировал историю с возможностью ввода войск на территорию Украины. Он не повторил дословно свои цитаты. Но при этом он сказал, что Франция никогда не будет первым инициатором какой-либо агрессии. Говорит о том, что мы все-таки видим, что большое значение, роль и значение Европы в том, чтобы Россия не могла выиграть эту войну. Но при этом я уверена, что вот зраду будут искать в том, что Макрон сейчас ответил, что если бы ему позвонил Путин, он бы ему ответил. Ну, по-моему, очень логично, потому что все равно какие-то переговоры могли бы быть. Это теория, да, это не Макрон звонит. При этом у нас есть заявление и от Борреля, который сказал, что результат войны, он будет решаться весной-летом. Этой весной мы уже в весне находимся. До лета совсем немножко время летит молниеносно, и что-то подобное уже было сказано. Конечно, нас приободряет. Конечно, очень важно. Веймарский треугольник недавно собирался. Франция, Германия, Польша. Все делают очень серьезные заявления. Продолжается какое-то определенное наращивание поддержки для Украины. Планы по боеприпасам, по технике и всему остальному. Успевают ли все эти заявления, все эти амбициозные планы европейских чиновников, чиновников за тем, что на самом деле происходит на поле боя? Потому что классно, что все это говорит Макрон. Классно, что они собираются. Но в то же время Боррель не военный эксперт и не генерал, но тоже, наверное, обладает какой-то информацией, делает вброс в сторону Америки, говорит, «Друзья, у нас очень мало времени». Ну, уже то хорошо, что в Европе этот процесс идет. Прямо скажем, потому что, как это было бы счастье, да несчастье помогло. То есть вот это ожидание прихода в ноябре, ну, он не в ноябре, он в январе, а прихода Трампа в Белый дом в ходе выборов американских. Оно, смотрите, как влияет на активизацию европейской политики в части обеспечения безопасности и угроз России в адрес европейского сообщества. Влияет, безусловно, и, конечно, зачем же это отрицать? Влияет с точки зрения помощи Украине самым позитивным образом. Часто бывает от слов к делу проходит расстояние, да, от на тебе до вот тебе. Но, тем не менее, сама по себе атмосфера меняется. И я думаю, что Макрон своими заявлениями и своей последовательностью, мы же вот, кстати, обсуждали, что эти заявления не случайно на 26 февраля произвучали. Многие говорили, ой, ляпнул там и так далее. Даже те, которые французские, отчасти эксперты, комментируя это все, говорили о том, что ну это мало ли, ну сказал, пересказал, вообще не милый. Оказывается, нет, это не совсем так. Что на самом деле у этого есть и предыстория, и последствия, и продолжение. И это, так сказать, безусловно, отражение вот той дискуссии, которая велась, помните, начиная с первых появления экспертных оценок, там в Германии, там Бильд, по-моему, публиковал, что Россия напоминает через 10 лет, потом через 6 лет, потом вдруг в Польше начали говорить, да нет, через 3 года, а по данным разведки чуть ли не в 26 году, потом и так далее, и так далее. Это прямое следствие того, что возникло понимание связи агрессивности политики России, возможности поражения Украины, это очень важно, и прихода Трампа, как третий фактор в Соединенных Штатах в ходе выборов, потому что он делает такие заявления, которые, ну, просто европейцы пугают. Заявления о том, что он может оставить их на произвол судьбы, ну, слушайте, конечно, можно что угодно по этому поводу слудить, но люди-то понимают это буквально, его заявления в Каролине о том, что абсолютно нет, тех, кто не платит денег, защищать не будем. Ну, слушайте, там понятно, можно там трактовать, объяснять, уточнять, но, если это хоть доля правды в его словах, как будущего первого лица, должностного в Соединенных Штатах, то как же это не будет стимулировать Европу? Теперь вопрос, как много и как быстро способна Европа, ну, желательно вместе с Соединенными Штатами, преодолев противоречия, преодолев страхи, преодолев проблемы, помочь это, помочь Украине. Она может это сделать немедленно, в необходимых и даже преувеличенных масштабах. Не будем питать иллюзий. Все, что необходимо Украине и в Европе, и в Америке есть. Кто, нету ракет Тауруса? Ну, вот просто у меня вопрос, их вообще нет ни одного, ни одной единицы. Кто, нету самолетов А-16, нету средств ПВО, соответственно, нету дальнобойных других средств, ракет типа Атакамс и так далее. Вот мы их обсуждаем уже год с лишним, вот это все. Год с лишним, полтора уже. Мы только и обсуждаем, обсуждаем, обсуждаем. И они это обсуждают, обсуждают. Невозможно это говорить или продолжаться бесконечно. Я допускаю, что действительно раз уже взялись обсуждать месяцы, то есть ситуация настолько критическая, то какое-то решение выдадут на гора. То есть мы что-то увидим. Я, кстати, не исключаю, что появление каких-то отдельных соединений военнослужащих, например, из Франции, французского иностранного легиона или регулярных частей. Возможно. Я считаю, это возможно. Мы что-то увидим. Может быть, это будет немногочисленное сведение. Может быть. Но что-то, чтобы показать, использовать этот некий политический сигнал для Кремля, что знаете что, мы долго терпели, два года, третий пошел, ничего не происходит. Мы вот решили поступить так. Почему еще? А потому, что последние полгода, по меньшей мере, я думаю, ну где-то полгода, Москву убеждали согласиться на какой-то паритетный вариант. И Украина в самом начале говорила, они не пойдут ни на какой-то паритетный вариант. Им нужно не деление 20 на 80. 80 туда, 20 не оставляют. Если даже допустить, что такие предложения в Москве делались. Я уверен, что в Москве делались эти предложения. И Москва на это ответила, нет, все 100%. Вся Украина наша. Как этот Мудила сегодня опубликовал какие-то 7 тезисов про то, что значит Украина, входит в состав России, он это признает. И там еще какую-то херню. Вот. Вот и все. И в Европе тоже наконец поняли, что никто не собирается вообще ничего там договариваться, уступать в Москве. Я имею в виду. Договариваться там не о чем. Понимаете? Они ничего не хотят. Причем, может быть, даже за спиной Украины эти предложения делали, чтобы потом уже убеждать Украину, ну надо согласиться, что делать. А там говорят, нет, все мы хотим. Сдайте всю Украину. Ну, слушайте. Ну, а что? А о чем-то? А потом они скажут, ну вот хорошо, вы сдали Украину, а теперь сдайте нам Молдову. Ну, а что? Почему не сдать Молдову? А зачем нам Молдову? Это наше, скажут они. Потом в Молдове. Потом, пожалуйста. А как мы будем с нашей Калининградской области, если у нас нет коридора туда? Вы же не даете нам коридор. Дайте нам Сувалковский коридор. Ничего страшного, кусочек территории. Мы же больше не претендуем. Все, вот Сувалковский коридор. Нет, ну вы что? Территория суверенной, Литвы там еще. Да ладно, что вы как бы... Все же наше было. Дайте Сувалковский коридор. Нет, ну если вы не дадите Сувалковский. И так далее, и так далее. Нет этому конца. Ну, наверное, в Европе тоже не идиоты. Ну, не до такой степени, чтобы этого всего не понимать. Они честно попробовали, они предприняли, они обращались, искали посредников. Ничего. Что дальше делать? Ну, а вот если вот так? Ну что, давить на Украину? Сдайтесь вообще, отдайте все Украину. Этого никто делать не будет. Отдавайте себе отчет, что будет дальше. А дальше будет, как в меморандуме Путина, который он обозначил в декабре 2021 года. Отдайте весь Восточный блок. Это же ведь так звучит в предложении проектов договора с Вашингтоном и соглашения с НАТО. Отдайте нам все, что было у Советского Союза. Весь Восточный блок. Демилитаризуйте до мая 1997 года вступившие в Североатлантический альянс страны. Это 15 стран. Погодите, и что? То есть они должны вообще оказаться с пистолетиками, понимаете? Ни армии, ни вооружения. Они же сказали, вывезите все вооружения. И что там останется? Ответом на это должна быть тотальная милитаризация, размещение ядерного оружия, разворачивание новых и новых соединений на границе. Других способов нет. Любое потворство, умиротворение агрессора приводит к его соблазнению. Он видит, что раз давя, он получает результат, он будет давить дальше, а не остановится. Нет с этой стороны, со стороны Кремля, разумных договорщиков, договороспособных, идущих на компромисс, учитывающих дипломатические способы регулирования любые. Нет этого там. Пока люди это в Европе, в Америке, в других местах не поймут, будут раз за разом попадать в это во все. Дерьмо, понимаете? Как только они это поймут, скажут, ну все, война неизбежна, давайте приготовимся умирать, все, нахрен, переходим от контракта на армию призывной, запускаем промышленность, достаем из кубышки свои триллионы, которые есть, долларов, и запускаем все военные производства. И до зубов вооружаемся. Вот как можем? И самое главное, начинаем это с Украины, которая уже в войне. Не когда-то будет в войне, не когда-то ей будет что-то грозить, а она уже воюет, понимаете? Ну, очевидно же, что если бы сейчас в Часовом Яру появилось бы, ну так в 10 раз, в 20 раз больше бы снарядов артиллерийских орудий, вот это 150 миллиметров, и что бы там было, мне просто интересно. Что бы тогда было? А если в 100 раз больше? Ну, я понимаю, утрирую, я понимаю, что я, знаете, эти вещи, так сказать, пытаюсь каким-то образом вот так утрировать, но если, вот 100 раз больше, представляете, артиллерии, 100 раз, кто там останется с той стороны, куда там воевать? Я уж не говорю про все другие средства. Ну, все, в войне амбет, а что там будет? Трупы, 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 горы трупов. Будет все завалено этими трупами. Вот и все. То есть, оказывается, решение, оно промышленное, понимаете? Да, военное, но промышленное. Чем больше этого оружия, чем меньше вы с ним считаетесь на его расходы, тем достижимый результат. Вот и все. Никакого другого здесь тайного средства, волшебного нет. Оно буквальное. Война индустрии, она имеет конвертацию в военные успехи. Вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok